Доброго времени суток, уважаемые коллеги! По многочерестным просьбам, только что отснял тесты на грузоподъемность SG907 Сейчас начну монтировать видео Хочу сразу предупредить, если кто-то будет пытаться провести подобные эксперименты Важно не только, как заряжен аккумулятор самого квадрокоптера Очень важно, насколько у вас свежие батареи в пульте управления Я в этом убедился уже несколько раз И при проведении тестов на улице, и при проведении тестов в повещении Если у вас плохо заряженные батареи пульта Или не свежие батареи, будем так говорить Если плохо заряженные, это аккумуляторы, а если не свежие, то это батареи То при разряде этих батарей меньше, чем 1,48 вольта У вас может произойти падение дрона под нагрузкой Если без нагрузки он еще как-то будет летать А если же вы будете проводить полеты с нагрузкой То есть с экшн-камерой, или еще с каким-нибудь грузом То есть проводить тесты То может произойти падение Потому что сигнал передатчика будет не той мощности Которая необходима для управления дроном Вы увидите в тех видеосюжетах, которые я далее смонтирую и публикую Что в одном из сюжетов у меня просто дрон упал на асфальт Это я сначала не мог понять почему Это оказалось из-за того, что батареи, которые стояли в пульте Уже довольно-таки поиздержались И не смогли обеспечить той мощности сигнала передатчика Который должен быть И во втором сюжете У меня при нормальном заряде При нормальном заряде аккумуляторов Самого дрона О чем свидетельствовало постоянное горение светодиодов на дроне Значит, он у меня потерял высоту И я никак не мог его поднять выше 20-30 сантиметров от пола Оторвать И затем он просто-напросто перестал управляться Его начало носить из стороны в сторону Поэтому сразу же вас предупреждаю Что необходимо тщательно проверять заряд батарей или аккумуляторов Которые вы используете в пульте управления Это очень важно При слабом заряде вы можете просто-напросто потерять дрон Ну, в лучшем случае А в худшем случае он у вас упадет и разобьется Поэтому будьте внимательны Ну, а сейчас перейдем к тестам Забыл сказать Я разобрал тот аккумулятор Который шел у меня Вместе с дроном основной Одна Я еле-еле его извлек из дрона Потому что одну из банок так раздуло Что она даже повредила Ну, корпус Пластиковый корпус Самого аккумулятора Поэтому В следующем видео Я покажу Содержимое этого аккумулятора Посмотрите А также нашел На Алиэкспресс Аккумуляторы Емкостью 1,8 Ач Поговорим там практически Такие же Как и Аккумуляторы 3,7 Вольта 1,6 Ач Которые стоят В этом В этих аккумуляторах SG907 То есть Из этих Двух банок По 3,7 Вольта Элементарно Собрать Один Двухбаночный Аккумулятор 7,4 Вольта Для этого дрона Ну и будет На 200 мАч Чуть По По Емкостнее Будем так говорить По Объемнее Вот Поэтому Кому это интересно Может посмотреть Следующее видео Ну а сейчас Переходим К тестам Итак Начинаем Тест На Грузоподъемность Вот этого Зверюги Который Называется SG907 Младшего Брата SG906 SG906 Он СБК Моторами А этот На Коллекторных Естественно Он чуть-чуть Слабее Ну Не чуть-чуть Солидно Слабее Конечно У 906 У него Аккумулятор На 2800 МАч А у Этого Всего-навсего На 1600 Но Есть Возможность На 1800 Поменять Но Это уже Другой Вопрос Сейчас Мы будем Проверять Что Он Сможет У нас Поднять Итак Включаем Весы Берем Гирьку Первую Гирька Первая 51 Грамм 50 Уточнила 50 Убираем Ставим Сюда На коврик Берем Гирьку Вторую Гирька Вторая Ну Тоже 1 Грамм Погрешность 20 Скорее Всего Что 20 Грамм Потому Что На Гирьке Будем Так Смотреть Видно Не Видно Не Фокусируется 20 Грамм Здесь Следующая Гирька Еще Гирька 20 Грамм Вот Видите Это Точнее 20 Грамм Еще Гирька 10 Грамм Гирька 10 Грамм Еще Гирька 5 Грамм Ну И тут Еще Гирьки Есть Какие-то Не Определяет Ну Давай Так Вот Так Так Легкие Что Весы Их Не Держит Ну Еще Не Знаю Не Хотят Значит Мы Не Используем Не Используем Используем Только Вот Этот Комплект Значит Здесь Получается 50 И 50 100 105 Грамм Вот Мы Этот Комплект И Будем Потихонечку Использовать Выключаем Весы Убираем В сторону Разновес Тоже Значит Ставим Абсолютно Свежие Батарейки Пульт Управления Абсолютно Свежие Потому Что Я Убедился Если Батарейки Здесь Слабые Разряжены Он Летает Но Падает Это Вы увидите В ролике Который Будет Позже Он Будет Висеть Над Полом Но Мощности Не Хватит Чтобы Взлететь То Есть Сигнал Передатчика Будет Слабоват И Будет Доставать Мощности Сигнала Чтобы Поднять Квадрокоптер Воздух Выше 20 Сантиметров Итак Переходим К подготовке Распаковали Мы Батарейки Сейчас Будем Ставить В пульт Взлет Посадка Итак Вес 60 Грамм Взят Ставим Убираем 10 В принципе Сразу 80 Давайте 80 Грамм Так Вот 80 Грамм 80 Грамм Не будем Злоупотреблять Высоко Поднимать Не будем Наша Задача Блин Да что Такое У меня Сегодня Сплошные Аварии 80 Грамм Без Взят 80 Теперь Еще Нам Надо 100 Грамм Еще Раз Все Я думаю Заткать Все Посадили Мы Я думаю Больше Не будем Экспериментировать Хватит 100 Грамм 5 Спутников 5 Спутников Медленно Медленно Ищет Спутник 6 6 Спутников Ну Долго Очень долго Что-то Погода Испортилась Облачность Закрыло Небо 6 Спутников Работаем Без Смартфона Только С пультом Ну Подождем Еще Второй Режим Вот Видно Второй Режим Включился Мода 2 Стоит 9 Спутников Ну Хорошо Включаю Секундомер 8 Спутников Автовзлет Пошел Автовзлет Вот Поднимаем Очень Выше Разворачиваем К нам И так Секундомер Работает Пусть Пусть Отлетит Чуть подальше Вот так Вот Камера Немножко Перекосилась Потому что Работает Ну и все Подвинем его Пусть он Поднимется Вот Летает Пока Летает Отставит Пусть Обана Блин И разлетелся Вдребезги И ноги у нас, наверное, и не вылетели Целые, блин Винты Ху-ху-ху Вылетели винты Это не есть хорошо Вот и все Вот и все вам И не прореагировал на мои требования Провести взлетные испытания Не удается на улице Проведем в комнатных Камера Вес 60 грамм Закреплена жестко на корпусе Квадрокоптера На скотч Значит, сейчас мы Выставим режим И делаем Калибровку После калибровки Отключаем режим GPS Проведем Включаем 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 кардер После калибровки Включаем После калибровки После калибровки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Светодиоды, значит, пошла команда разряд аккумулятора Пока светодиоды не легают Субтитры создавал DimaTorzok В камере установлен режим 1080p 60fps Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok